Золотой век Как ваш последний книг называется? Рок возомнивших себя богами Все на фоне работы великого Иосифа Виссарионовича Его подвижничество Как он спасает наш алфавит Если бы не он, нас была бы в активнице Здесь везде у меня все, что он смог Эта книга написана еще для того, чтобы реабилитировать Парня этого, который был очень хорошим мужиком Сделал столько невероятных вещей И чтобы люди понимали, дураки наши Поняли действительно, что перед нами величина И сколько сделано Я показал еще одну деталь Что он с Берией придумали Понимая, что любая крепость Любая крепость, озвожденная, она пойдет Советский Союз был такой крепостью Они решили перенести действия военные на территорию врага Они создавали спецназ, спецслужбы Мощнейшие, очень сильные Я там даже привел таблицу Выбирали людей, чтобы дегенеративного комплекса не было Интересная деталь Вот он был грузин, и Берия грузин А выбирали славян Они не верили грузинам Выбирали только славянского происхождения Людей выбирали Там и рост, и все Там дегенеративные комплексы показаны Чтобы ни одного пятнышка не было на коже Там цвет глаз, цвет волоса Вот этих людей отбирали Это для подготовки и заброса за границу Чтобы каждый подобный Каждый предатель И каждый иллюминат, который собирается атаковать страну Умирал Чтобы они знали, что они все ходят под прицелом Начинает какое-то действие Долго не проживешь Понимаете? Вот такую войну Это, да, это серьезно Но эта война была И сейчас мы хотим выжить Надо это то же самое Путин это должен сделать Я уверен Он уже, наверное, об этом думает Иначе любая осажденная крепость Найдутся те, кто продаст ее Кто откроет ворота Троянский конь всегда будет Нужно, чтобы война была в лагере у врагов Тогда И Сталин это понимал Вот все это в этой книге И в этой книге написан Золотой век То есть устройство общества Золотой века Как оно работало Есть одна деталь Вот когда большевики пришли к власти Они сразу создали прецедент И начали расстрел Так называемых контрреволюционеров А кого они расстреливали? Дворян почти не было Они уже разбежались Убили на войне Две войны там была Одна японская, вторая Вот эта была Вот Они же уничтожали общинников Они уничтожали артельщиков Ведь до прихода большевиков Надо понимать Что Россия была уже в социализме Был артельный социализм созданный Это было общество уже социалистическое Несмотря на то, что стоял царь-батюшка Оно уже внизу было Так вот артельщиков и уничтожили Так вот первое высшее сословие общества Золотовик Оно артельное было Для этого и уничтожались артельщики Так вот Получается, что первое общество Тружеников общества То, что создавал Сталин Сразу он начал с этого Образованные общества Образованные Самое высокое образование Какое только можно Сталин хотел это образование дать Самому народу Обычно подонки не хотят давать образование Дураками проще управлять А здесь он это хотел Второе Второе общество управленцев Слой То есть кастовое общество Кастовое Только надо понимать, что касты были Переход из одной касты В другой был открыт А в Индии наоборот Там все наоборот Там сатанизм в Индии Там в касте родился В касте в это и умрешь И никуда ты не уйдешь И почему ты в касте вдруг родился Ты можешь родиться в касте Вот, да? Золотой век Но ты будешь воспитываться Вне всяких каст А там тебе позволят Вступить в первое сословие Тружеников Или нет Или ты на обочине жизни окажешься Если ты дегенерат И не получишь права голоса И не получишь права гражданства Вот А наверху стояли философы Платона читать надо У Платона же все есть Философы Хранители закона Хранители знаний Они воспитывают детей Разделяют их по генетическим способностям По природным С одними больше С одними меньше работают Поднимают их до понимания Первого высшего сослога Или касты Где артельная система А в артелье По главе артели Только становятся люди Самые продвинутые Самые честные Самые доверительные То есть те Сама жизнь заставляет Это сделать Это не голосование А сама жизнь Плохой будет Артель не будет Из них выбирают Самых лучших людей Которые отработали В свое время Набрали опыта Продвигаются в стратегии В управление Но делегируют власть Хранители закона Они сами не управляют Им не нужна власть Они выше власти стоят Но они дают возможность Другим управлять И наблюдают Как они управляют Вот общество золотого века Если кто-то зарывается Не так что-то делает Они просто его убирают Если он дергается Масса народа Поднимается И сметает Этого друга Царя там Или кого-то Ну без разницы Но единица Одна Лидер должен стоять Во главе этой пирамиды Золотого века Или это Царь Все-таки должен Царь управленец То есть Или цезарь Или царь Или князь Это не важно кто Или император Это как угодно Можно называть Он стоял Ему давали возможность Работать 12 лет И он отвечал За свою работу Он Через каждые два года Мес ответственность Перед хранителями закона Перед народом Он говорил Ребята я это сделал Это сделал Поэтому 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 В этот момент Он терял всякую власть Ему позволяли дальше работать Он отвечал То есть Обратная связь была Каждый боярин Имел Вот этот механизм Он работал Он нес ответственность За свои дела Все Все просто А Хранители закона Они как правило Были за 70 лет Они уже прожили свою жизнь Они были Мудрые Настоящие И это были Философы Это были учителя Которые Которым уже Материальный план Был неинтересен Просто Они прошли Это все Поэтому Им главное было Служение Связь с отцом Это же все просто У Платона все есть Я ничего не выдумал Я взял у Платона Так что Вот так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok